Это то место, куда простой смертный не попадет. Это то место, где никогда не было, да и не будет различий в позиции и оппозиции. Там все стоят в одной очереди, невзирая на только что прочитанный доклад с трибуны парламента и все свои политические, да и иные убеждения. Один раз в жизни Ольга Драгилева стала одновременно и президентом, и премьером, и спикером Сейма, и испытала на себе, что едят слуги народа. Жизнь депутата или министра обеспечена хорошо. Компенсации за жилье и транспорт, служебные машины, личные помощники. А как кормят слуг народа? Мы отправились на экскурсию в Сейм и в кабинет министров. Первая остановка – парламент. Столовая в Сейме выглядит вполне обычным, как простая советская. Столы в ряд, видавшие виды мебель, депутаты стоят в очереди с подносами. Поели и сами возвращают грязную посуду. Трюфеля, фуагра и черную икру здесь не предлагают. Даже красной нет. Просто супы, второе – салаты. Хотя это и необычный общепит. Ежедневно в меню более 16 блюд, причем каждый день разные. Есть и замысловатые, например, куриные крылышки в медовой глазури или кусочки свинины с черносливом. На выбор несколько десертов. Каждый день есть и так называемое комплексное предложение. Сюда входит достаточно много еды. Второе – суп, компот и даже десерт. От фирм, которые хотят кормить парламентариев, требуют обеспечить богатый ассортимент, предлагать несколько видов супов и разнообразные вторые блюда, в том числе и вегетарианские. В меню обязательно должна быть рыба и свежие овощи. Хотя сами депутаты утверждают, они непривередливы. В моем случае все еще проще. Я вегетарианец, поэтому я просто говорю «вегетарианское» и все, я не думаю. Так что все очень просто. Я ем абсолютно все. В этой столовой меня ничего не удивило. Может только то, что можно очень дешево поесть. В соседнем от парламентской столовой зале кафе на полках здесь изобилие. Шоколадные конфеты, булочки, холодные закуски, круассаны, торты. Нет только алкоголя. Спиртное из парламента выживали долго. Старожилы политики рассказывают, в конце 90-х в подвале Сейма был бар. После окончания рабочего дня его регулярно посещали некоторые депутаты. Потом, говорят, даже не могли подняться по винтовой лестнице. Несколько лет назад бар закрыли. Алкоголь продолжали продавать в кафе. Распивали его на месте. Была там за перегородкой незаметная комнатка. Крепкие напитки были в особенном почете во время принятия бюджета. Дебаты вокруг этого закона затягивались на много часов. И под вечер политики выходили на трибуну уже под шофе. Пару лет назад в столовой сделали ремонт. Укромные закутки убрали, и спрос на алкоголь сразу упал. Но не все депутаты спешили отказаться от спиртного. В интервью журналу ИР парламентский бармен рассказал, однажды политик просил ему налить водки в бутылку из-под минералки. И с этой водичкой пошел на заседание. Разразился скандал. Бармены уволили, а сами политики решили поставить крест на торговлю горячительными напитками. От греха подальше. Публично прозвучала информация и возник ажиотаж. Мне кажется, необоснованный, потому что алкоголь не особо-то и покупали. Но мы на хозяйственной комиссии решили, зачем вообще в госучреждениях торговать алкоголем. Если кому особо нужно, может сходить в ближайшее кафе. Узнать, что об этом думает руководство столовой, невозможно. Здесь избегают общения с журналистами. Месяц назад обслуживать депутатов стала новая фирма. Совладелицей компании оказалась жена нового министра внутренних дел Рихарда Козловского. Скандал замяли, но на прессу здесь до сих пор смотрят косо. Кстати, компании в парламентском ресторане меняются часто. Каждые три года. А вот в кабинете министров, наоборот, уже несколько лет служит одна и та же фирма. Она выигрывает закупочный конкурс раз за разом. Здесь, как и в Сэйме, изысканные десерты, сытные обеды. Подносы с грязной посудой политики и чиновники тоже уносят сами. Было приятное удивление, что я могу взять кофе с собой в кабинет министров. Ну, то есть в зал заседания министров. Но то, что я заметил, что это место, где салат, там можно было найти холодец в двух или более видах. Для того, чтобы кормить министров и чиновников госканцелярии, нужно предоставить список блюд и их цены. Есть и особые требования. Если хотят принять нового сотрудника, его имя нужно сообщить в полицию безопасности, чтобы этого человека заранее проверили, нет ли у него уголовного прошлого. Хотя желающих обслуживать политиков и так сложно найти. У нас есть проблема найти кадры работать. Люди боятся идти работать, боятся ответственности. И с этим как бы трудно найти. В общем кафе могут обедать все. И политики, и чиновники, и журналисты. А за этой дверью отдельная министерская столовая. Это секретное помещение. Снимать в нем нельзя. И все по высшему классу. Тканевые салфетки, изысканная посуда. На стенах деревянные панели, огромные картины. На полу ковер. Заказы приносит официант. Хотя блюда те же, что и у простых смертных в соседнем зале. Но едят здесь не все министры. В общей столовой никогда не появляется только премьер. Не было причин, не знаю. Не надо было. У меня были вопросы, которые диспатировались со своими людьми, которые ели в столовой. Я иду там, где для министров. Потому что тогда можно еще, если иду туда, тогда можно тоже побольше вещи переговорить с спокойным обстоятельством. Потому что не всегда мне удается встречаться с другими министрами. Вкусы политиков хорошо изучила Илона. Она служит поваром здесь уже 10 лет. Пережила 6 премьеров и несчетное общество министров. Каждый день приходят, я все знаю. Кому надо с маслом, кому надо со сметаной. Который попастнее. Которым желудок болит. Который там вегетарианский. Знаю, что год мне все очень нравились. Ну, например, картошка с творогом. Иногда такое мясо. И это самое. Который здесь больше на мясо. Добровский любит мясо. Добровский любит картошку, свинину, салатик. Такой свежий, чтобы салатик был. Скромнее всего питаются работники президентской канцелярии. Столу в Аришского замка – это пара квадратных метров. Обшарпанные деревянные столы и стулья. Словно из школьного класса. Хотя сам президент сюда не ходит. Обед ему приносят из столовой в отдельный зал. Впрочем, больше всего объединяет все три столовые дешевизна. В Сэйме тарелку супа можно съесть за 80 сантимов. А в кабинете министров за 90. Комплексный обед отдадут менее чем за два лата. Хотя менеджеры кафе признают, они сознательно идут на демпинг. Иногда даже продают блюда по себестоимости. Потому что это престижно. К тому же иногда достаются другие правительственные заказы. Например, обслужить прием в том же кабинете министров. Ольга Драгилева, Эрик Слаускис, Гунзис Фелдменис, телекомпания ТВ5.